Всем привет дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и вы снова на моем канале. И сегодня хотел бы пролить свет на один из наиболее часто задаваемых вопросов в последнее время. А можно ли ехать по безвизу в Польшу? То есть можно ли работать по безвизу в Польше? И в этом видео я дам вам краткий ответ на этот вопрос, поэтому усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, с 1 июля 2017 года изменены правила трудоустройства украинцев в Польшу. И да, сразу отвечу на самый главный вопрос. Да, теперь у граждан Украины появилась возможность официально работать в Польше, не получая виз. Для белорусов и русских такой возможности пока нет. Как же это сделать? Как попасть в Польшу без визы для украинцев? Какие проблемы могут возникнуть? И разберем все это более подробно. Итак, что дает безвиз украинцам? Безвизовый режим это возможность посещать страны Шенгена, за исключением Великобритании и Ирландии, с туристическими целями до 90 дней в полугодовой период. Теперь можно и трудоустраиваться в Польше на временные работы на те же сроки. Таким образом, Польша пока единственная страна Шенгенской зоны и единственная страна Европейского Союза, законодательство которой предусматривает, что не граждане Евросоюза, которые пересекли границу в рамках безвизового режима по биометрическому паспорту без визы, имеют такое же право на работу, как и обладатели рабочих виз и видов на жительство. Как украинцы могут работать в Польше без рабочей визы? Слухи и споры на тему можно или нельзя устраиваться на работу в Польшу по безвизу ходили давно. Точку в них поставила Госпогранслужба Польши, дав разъяснение по тем изменениям, что вступили в силу с июля 2017 года. По словам представителя службы, каждый гражданин Украины может работать в Польше, не получая виз, если у него имеется один из двух документов. Это разрешение, зазволение на работу или заявление о швячене от работодателя о намерении трудоустроить иностранца. И сейчас более подробно разберем два этих документа. Разрешение на трудоустройство. Это документ, подтверждающий решение воеводства о допуске иностранца к трудовой деятельности. Напомню, что инициирует процесс работодатель, подавая в воеводство пакет документов на работника. Утверждает разрешение воевода. То есть это так называемое воеводское приглашение. Официальный срок изготовления документа может достигать до двух месяцев. А фактически этот предел иногда значительно превышается. Второй тип документа это заявление от работодателя. Ошвячение. Во многом более интересное явление. В самом названии заявления заложен уведомительный характер этой бумаги. Работодатель доводит до сведения государства, что намерен трудоустроить конкретного иностранца. И все. Можно работать. Срок изготовления такого документа 1-2 дня. Но существенным недостатком заявления является то, что оно дает право на работу не более чем на 6 месяцев в год. Исчерпав этот срок, необходимо либо уехать на родину, либо уже оформлять другие документы. Разумеется, безвизовый лимит кончится раньше. Но его можно продлить. А также с 1 января 2018 года введен еще один тип заявления. Это сезонный. А сам документ стал платным. 30 злотых. То есть этот документ дает разрешение именно работать на сезонных видах работы. Сроки работы в Польше без визы. Безвизовый режим предполагает присутствие иностранца в стране на срок не более 90 дней за полгода. То есть 90 в 180 днях. Далее необходимо или возвращаться домой, или уже оформлять другие документы. Но существует однозначное требование закона. И, пожалуйста, отнеситесь к этой информации очень серьезно. Сразу после оформления работник и работодатель обязаны заключить трудовой договор. В некоторых случаях, если это прямо не запрещено законом, допустима гражданско-правовая форма. В течение следующих 7 дней иностранец обязан зарегистрироваться в ЗУС. Так как без этих действий трудоустройство будет считаться незаконным. Как правильно поехать на работу по биометрическому паспорту? Действующие законы не регламентируют остальные сроки и последовательность действий. Украинец имеет полное право въехать в Польшу по безвизу и уже там подыскивать себе работу, оформлять документы и так далее. Однако есть одна проблема. Ожидать разрешения можно несколько месяцев и работать это время нельзя будет. А срок пребывания, то есть эти 90 дней, они сокращаются. И когда все бумаги уже будут готовы на работу, то в принципе уже может и не остаться времени на саму работу. То есть, какие могут быть рекомендации в этом случае? Какая последовательность действий должна быть? То есть, для начала вы должны дистанционно выбрать работодателя. То есть, это можно сделать через интернет, даже находясь в своей стране. Второй пункт. Вам нужно получить от него разрешение или заявление. То есть, чтобы этот документ пришел вам на руки. Третий пункт это пересечение границы. Четвертый пункт это заключение трудового договора. И пятый пункт это регистрация в ЗУЗ. Следующий немаловажный вопрос. Как остаться работать сверх этих безвизовых 90 дней? Одним из таких вариантов может быть карта побыту по безвизу. Одним из оснований получения карты часового побыту, то есть вид на жительство, является долгосрочный трудовой договор. Соответственно, работая по безвизу и являясь обладателем такого договора, можно претендовать на карту. Закон гласит, что подать документы можно даже в последний день официального нахождения в Польше. Поставленный штамп продлит время разрешенного пребывания в стране на весь срок рассмотрения дела. Однако, так делать не рекомендуется. Во-первых, документы могут и не принять, если будут обнаружены какие-то ошибки и потребуется их исправление. А на следующий день лимит пребывания уже закончится. Нахождение вас в этой стране. Во-вторых, штамп разрешит находиться в стране, но не позволит работать. А срок ожидания может быть достаточно внушительным. До пары месяцев. И в-третьих, штамп не разрешает въезда в страну, если нет других виз. В результате, украинцу придется долгое время находиться в Польше, без возможности работать и съездить домой. Ну, то есть, конечно, вернее домой можно, но вот уже вернуться назад в Польшу уже не получится. Поэтому такой совет. Займитесь оформлением карты по быту сразу, как приступите к работе. Если, конечно же, планируете далее работать в Польше. То есть, найдите работу, определитесь, действительно ли она вам подходит, нравится. И если действительно вы понимаете, что на этой работе вы бы хотели задержаться, то можно оформлять карту по быту и уже продолжать там работать на более длительный срок. И последний вопрос. Можно ли менять работодателя по безвизу? Да. Работодателя можно менять, если лимит пребывания не исчерпан и получено новое разрешение и заявление. То есть, если вы хотите поменять работодателя, вы должны получить новое разрешение на работу, либо заявление. И, в принципе, у меня все. Это была основная информация по работе по безвизу. Теперь вы поняли, что работать по безвизу можно. Это легально. Но нужно соблюсти ряд определенных правил и соблюдать некоторые шаги для облегчения этого процесса, чтобы работать можно было максимально длительный срок. В принципе, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok